Здравствуйте! На канале ВКТ «Время новостей» в студии Инга Габеши. О событиях пятницы 29 июля вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габеши. От 50 тысяч до миллиона за несколько дней штрафованы десятки предпринимателей. Причина – неоформленные работники. Чем недовольны пациенты, выяснил глава Сочи, Анатолий Пахомов посетил первую городскую поликлинику. С 1 сентября в стране вводится стандарт инклюзивного образования. Готовы ли сочинские школы принять учеников с аутизмом? Впервые в России в эти выходные в Сочи пройдет легендарная гонка Феррари. Достучаться до чиновников стало легче. Об этом сегодня говорили на традиционном часе контроля, который провел Вениамин Кондратьев. За год в администрацию края поступило почти 50 тысяч обращений кубанцев. Каждая треть из них разрешено положительно. О исполнении поручений главы региона доложил начальник управления контроля Максим Туровец. По его словам, все же не во всех муниципалитетах работа с обращениями ведется должным образом. Так, например, в «Горячем ключе» около полусотни обращений остались нерассмотренными. По этому факту сейчас идут проверки. Ряд сотрудников уже уволены. Это абсолютно вопиющий факт. Люди пишут, они надеются. Когда отписки делают, и когда это и то мы пресекаем, но когда складывают в стопки и абсолютно не реагируют на жалобы людей, это уже ни в какие рамки не лезет, и здесь просто так разговором не закончится. Действительно, мы выявили сами эту проблему. У нас обнаружился такой факт, что утаивались какие-то там жалобы. Сегодня данные сотрудники уволены, проводим служебную проверку в этом направлении и быстренько пытаемся сейчас ситуацию исправить. Я хотел вам порекомендовать их отправить на землю туда, откуда эти жалобы идут. То есть там, где эти люди живут. Я еще раз подчеркиваю, коллеги, равнодушие – это самое основное, что подрывает авторитет власти, авторитет главы района по отношению к собственному населению. Вот равнодушия быть не может. В числе же отличников по работе с обращениями Тихорецкий, Абинский, Темрюкский и Белореченский районы. Память о героях Первой мировой войны увековечили в кубанской столице. В Краснодаре установили монумент казакам и горцам, которые защищали свою родину. На торжественное открытие прибыли первые лица края и города, а также гости из соседней Адыгеи. Именно в этот день, ровно сто лет назад, начался один из самых масштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. Тогда на фронт ушли больше сотни тысяч кубанских казаков, напомнил Вениамин Кондратьев. Горцы не подлежали призыву, но не смогли остаться в стороне и пришли на помощь добровольцами. Этот монумент – символ нашего народа, народа многонационального, но единого и народа непобежденного. В нашем народе в понимании того, что должно быть в основе доблести, чести, конечно, лежит любовь к нашей земле. Пример наших дедов и прадедов должен вдохновить и укрепить нас. Они во время Первой мировой сражались бок о бок, спали под одной буркой, пьели из одного котла. Потому что они защищали одну землю, одну родину. И вот эту священную память мы сегодня должны, мы обязаны с вами сохранить. Потому что у нас одно на всех, вот это высокое, чистое мирное небо, одна земля и одна большая родина. Памятник – это символ дружбы народов, проживающих на территории Краснодарского края. И очень хочется, чтобы эта дружба была вечной. Россия – нерушимой, могучий, Кубань – процветающий. Памятник представляет из себя две фигуры – казака и горца. При полном вооружении с георгиевскими крестами. Они одеты в национальные одежды. Монумент символизирует братство по оружию и соратничество в Первой мировой войне. Глава Адыгей и атаман Кубанского казачьего войска выразили надежду, что этот памятник будет напоминать молодежи о братском подвиге двух народов. Сегодня Адыгей и Кубань – территории мира и дружбы. Народов во многом потому, что все мы учим настоящую историю своей родной земли. Ведь достойно жить на земле предков – значит знать ее прошлое, любить родной народ, верить в себя, свои силы и свой созидательный труд во имя счастливого будущего. К этому памятнику будут приходить люди разных поколений. Конечно, в том числе и молодежь. Они будут знать историю возникновения и установки этого памятника. А значит, не прервется связь поколений. Монумент создали на благотворительные средства. Установили его на Александровском бульваре на пересечении улиц Красной и Гаврилова. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В Сочи в районе остановки «Красный штурм» накануне вечером пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, водитель грузовика, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и при выезде на главную дорогу допустил столкновение с автобусом «Хюндай». В результате пострадала пассажирка автобуса. После оказания первой помощи она была отпущена на амбулаторное лечение. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии. Спасатели МЧС проводят тренировки в Воронцовских пещерах. В спелеосборах задействовано 8 человек. В первый день спасатели прошли по Большому кольцу Воронцовских пещер. Для новых сотрудников отряда это первый опыт работы в таких условиях. Группа осваивала технику передвижения по глиняным и каменным спускам, подъемам, затопленным галереям. Во второй день спасатели тренировались в пещерах с использованием альпинистского снаряжения, в том числе в вертикальных колодцах. Подобные спелеотренировки в замкнутом пространстве при минимальном освещении в отряде проводятся регулярно. Все это помогает оперативно действовать в условиях реальных поисково-спасательных работ. Так, в апреле спасатели помогли туристу подняться из 40-метрового вертикального колодца Кабани-Провал. Он входит в систему Воронцовских пещер. За несколько дней десятки местных предпринимателей оштрафованы на сумму от 50 тысяч до 1 миллиона. Ревизоры трудинспекции подводят итоги своих рейдов. С 25 июля в Сочи работает группа инспекторов по труду. Совместно с сотрудниками администрации, полиции, налоговой службы они выявляют факты неформальной занятости на предприятиях города. С начала недели 10 ревизионных групп выявили 75 человек, которые получают зарплату в конвертах. Их работодатели и вызвали в администрацию. Леонид Тиграновне принадлежит столовая на Адлерской набережной. Там трудятся шесть неоформленных сотрудников. Более того, сама она занимается незаконной предпринимательской деятельностью, так как является физлицом, а это уже уголовная ответственность. Почему я должна кому-то помогать? А кто вас просит помощь? Мы по понятиям тут не живем, а по законам Российской Федерации живем. Вам говорят, вы не оформили шесть человек, которые были выявлены. Они должны быть оформлены. Закон есть закон, и мы будем разговаривать исключительно с точки зрения закона. Поэтому это их дело выбирать. Либо беззаконие, а это значит, что будут наказаны. Это значит, что буквально через неделю мы службу судебных признав пригласим. И буквально каждого из них, кто не оплатил, будут в предудительном порядке заставлять оплачивать. Дальше есть прокуратура. От горя работодателей звучало много оправданий. Хозяин за границей, свою гостиницу я обслуживаю один. Несмотря на то, что это самая гостиница в пять этажей с бассейном и кафе. Самое распространенное оправдание – семейный бизнес. Но закон обязывает оформлять трудовые соглашения с каждым, отмечают инспекторы, будь то супруга или сын. В связи с выявленными нарушениями было привлечено у нас 90 должностных и юридических лиц к административной ответственности на общую сумму 2 млн 574 тыс. рублей штраф. Для сравнения хочу вам сказать, что у нас за 4 месяца текущего года в целом госинспекция труда в Краснодарском крае, то есть все действующие инспекторы, вынесли и наложили административных штрафов по выявленным нелегальным отношениям по всему краю на 2 млн 533 тыс. То есть за 3 дня работы в городе Сочи инспекторы сделали, группа, небольшая группа инспекторов сделала больше, чем вся инспекция за 4 месяца. То есть, как бы, понятно, масштабы, наверное, работы. Такая массированная борьба с неофициальными зарплатами в Сочи связана с защитой интересов граждан, которые в будущем станут пенсионерами. Чтобы не остаться за чертой бедности с минимальной пенсией, необходимо уже сейчас выводить трудовые ресурсы курорта из тени неформальной занятости. Глава города Сочи отметил, борьба с неформальной занятостью в Сочи на этом не заканчивается. Краевые инспекторы на курорте задержатся. Цель – оформить трудовые договоры с 75 тысячами жителей Сочи, которые работают, но пока не видны экономики курорта. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Летом многие школьники работают на сочинских производствах. В санаториях, домах отдыха – это 1529 человек. Но желающих гораздо больше. Сегодня глава города Анатолий Пахомов собрал руководителей тех сочинских предприятий, которые не взяли к себе на работу детей. Более 300 школьников хотели бы еще поработать, но часть сочинских предприятий молчат. В начале лета прошло совещание, где все они обещали не остаться равнодушными к желаниям ребят. Но время шло. Договоры с городским центром занятости заключили не все. Мы устраиваем ежегодно детей в рамках программы «Содействие занятости населения». У нас есть мероприятие по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, свободное от учебы время и на период летних каникул. Некоторые организации отказываются сотрудничать с нами в любом случае по организации трудоустройства несовершеннолетних. То, что некоторые компании проигнорировали просьбу администрации Сочи предоставить детям рабочие места, тем самым обеспечить им летом и занятость, и возможность подзаработать, возмутило главу города. Неужели лучше, если они будут бродить бесконтрольно по улицам, спрашивает мэр. И даже на это совещание пришли не сами руководители, а либо их заместители, либо менеджеры. «Я хочу руководителю посмотреть в глаза и спросить, где его совесть? Почему одним это надо, заниматься трудоустройством наших детей, а другим не надо?» «Покажите руководство мое, при чем здесь я?» «Извините, зачем вы пришли? Я же вас спросила». «Пойдем правильно на совещание, я пришла». На совещание приходит, чтобы просто отсидеться и не решить проблему. Есть и такие должностные лица, которых их же подчиненные и не проинформировали о программе детской летней занятости. Все им были сделаны замечания и даны задания с понедельника – организовать рабочие места. Остался последний месяц каникул, и дети еще надеются, что им дадут возможность проявить себя в августе. А желание у ребят огромное. В этом году захотели работать около двух тысяч сочинских школьников. В пример ставится отель «Рэдисонсас Лазурная», где нашелся труд для 15 человек. А вот небольшая фирма «Лидер» взяла к себе только двух подростков. Но все же взяла и каждый день по четыре часа у мальчишек есть возможность помогать взрослым. Их задача – следить за тем, чтобы холодильные витрины были всегда наполнены мороженым. «Мы взяли в первый раз детей. Решили с этим проектом заняться только в этом году, в этом сезоне. Были предположения в прошлом. В этом году мы его воплотили в жизни. Зарплата у ребят достаточно достойная». Самим ребятам нравится, говорят, еще интересно и то, что есть возможность пообщаться с новыми людьми. «У нас очень дружная команда. Очень добрые люди там работают. Добрые, веселые». И глава города призывает поэтому брать к себе на предприятия сочинских подростков, учить их не только зарабатывать деньги, а зарабатывать в хороших коллективах. Учиться общению со взрослыми в других условиях не в стенах школы. Ведь всегда очень важно, с какими людьми по жизни пойдут вчерашние школьники и какой выберут путь. Гелена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Глава города продолжает проверку бюджетных медицинских учреждений. Накануне для Анатолия Пахомова провели экскурсию в одном из подразделений первой поликлиники. Остался ли доволен увиденным градоначальник? Расскажем далее. По результатам недавно проведенного опроса, больше половины горожан недовольны качеством медицинских услуг в бюджетных учреждениях. В чем причина? Почему пациенты не доверяют здравоохранению? Ответы на эти вопросы глава города решил услышать от самих сочинцев. Но то ли за это время мнение пациентов изменилось, либо качество услуг повысилось. Но в ответ Анатолий Пахомов услышал только благодарность в адрес медработников. Раньше было уже. Сейчас вообще исключительно. Вообще вот везде внимание, везде все быстро, все обслуживание хорошее. Первая поликлиника – одна из крупнейших на юге России. Она обслуживает население Сочи от мамайки до бытхи. А это порядка 160 тысяч человек. То, что очереди у окон регистратуры значительно сократились, видно невооруженным глазом. Причина тому – не отсутствие пациентов, а внедрение информационных технологий. Пользуется спросом запись по телефону, интернету, а также через инфомат. Аппарат позволяет получить как справочную информацию, так и талон на прием к врачу. Кто не успевает за прогрессом, обращаются в окно регистратуры. Мимоза Николаевна регистрирует сочинцев в первой поликлинике уже 30 лет. Говорит, пока силы здоровья хватает, не оставит любимую работу. Считает, что регистратура – это лицо поликлиники. Мы хотим, чтобы наши больные поднялись в врачу с хорошим настроением, чтобы они знали, что они пришли в поликлинику, что им здесь окажут помощь, примут хорошо, чтобы они не расстраивались. Они пришли в учреждение лечебное, не обязаны. В штате поликлиники только высококлассные специалисты, несколько кандидатов медицинских наук, а высокие технологии пределами регистратуры не ограничиваются. Самое современное оборудование позволяет проводить качественную диагностику и лечение пациентов. Благодаря постоянной помощи администрации Краснодарского края, администерства здравоохранения Краснодарского края, администрации города Сочи, поликлиника имеет стабильное финансирование, которое позволяет закупать современную медицинскую технику. Пример технического омоложения – закупка нового цифрового маммографа. Его используют для ранней диагностики заболеваний молочной железы. Выявленное на ранней стадии заболевание излечивается в 90% случаев. К тому же первая поликлиника – единственная, где представлено больниологическое отделение и водолечебница. У учреждения есть еще одна гордость – кабинет лечебной физкультуры. И при всем этом в Сочи есть пациенты, недовольные качеством медицинского обслуживания. Это показало недавнее исследование общественного мнения. Результаты не радуют, подчеркнул глава Сочи уже на встрече с коллективом поликлиники. Мы сегодня вынуждены констатировать факт, что нашим пациентам не нравятся наши дороги. И здесь надо нам тоже подумать, наверное, самим тоже заниматься пиар-технологиями, каким бы это или не каким. Понятие качества обслуживания складывается из многих факторов, начиная от опрятности фасада поликлиники, заканчивая доброжелательностью медперсонала. Если над технической составляющей и эстетикой в этом учреждении поработали, то вопрос обслуживания пациентов и качества лечения полностью в руках медиков, отметила Анатолий Пахомов. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». На чистую воду выводят жители частных домовладений Сочи. На курорте продолжаются рейды по выявлению незаконных подключений к водоснабжению и нелегальных канализационных сбросов. В гости к сочинцам идут целыми группами представители администрации водоканала, санэпидемстанции и полиции. Накануне инспектировали улицу Яблочную. На улице Яблочная яблоками не пахнет. Не самые приятные ароматы доносится из ливневого. Впрочем, как говорят участники рейда, местные жители даже замечают окружающий запах нечистот. С законом природоохранным здесь дружат не каждый. О нарушениях предупреждали, но безрезультатно. В итоге водоканал прибегает к крайним мерам. Несколько секунд и один из домов остался без воды. Собственник, врезавшись в центральную трубу, выполнил только часть предписаний. А вот отведение не позаботился. В срок, если не выполняется до 20 дней, не устраняются нарушения, производится отключение от водоснабжения. Вода в доме на Яблочной теперь появится после того, как владелец, устранив недочеты, оформит должным образом документы и обратится с ним в водоканал. Правда, вместо того, чтобы идти на контакт с представителями службы, нарушители предпочитают спрятаться за высоким забором. А разобравшись, что требуют проверяющие, посетовать на коммунальные проблемы. 8 лет линия водопровода в районе дома номер 11 на улице Яблочной юридически не принадлежит никому. Местные жители собрали деньги, проложили коммуникации, но из-за бюрократических проволочек, по словам жителей, сети на баланс не берут. Ну неужели нельзя опломбировать и нам дать отдельные счета, чтобы мы каждый платили? Можно это сделать? У вас сейчас один абонент. Вы хотите произвести раздел счетов? Да, поэтому мы и новую трассу проложили. Замглавы центрального района взял эту проблему под личный контроль. Но пока проблема не решена. О цивилизованном вот отведении не может быть и речи. Люди пользуются выгребной ямой. Услуги по вывозу отходов оплачены. Хотя, по словам представителей районной администрации, есть сущие такие домовладельцы, которым проще фальсифицировать документы, чем нанять лицензированную компанию. За предыдущий месяц выявили два таких наглеца, которые, обманув нас, пытались, ну и все организации пытались иметь этот договор, но при всем при этом не производить вывоз. И, соответственно, у них был перелив. Опять же, на рельеф. Росприроднадзор передал материалы в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. И, скорее всего, это не последний прецедент, с которым придется разбираться правоохранительным органам. В центральном районе собственники еще порядка 300 домовладений пока не решили вопрос законной и справной канализации. Не установили лосы, а те, кто по старинке пользуются выгребными ямами, не заключили договор на вывоз отходов. С ними и общаются участники рейдов. Составляются административные протоколы, убеждают, в качестве крайней меры отключают воду. Эффект, говорят, заметен. С начала рейдовых мероприятий, то есть за полгода, коммунальную систему и документы привели в порядок собственники 1300 домов. Включение детей с аутизмом в образовательный процесс. Семинар под таким названием прошел сегодня в 8-й гимназии. Она в новом учебном году примет двух первоклассников с особенностями аутистического спектра. А все потому, что с 1 сентября в российских школах вводится новый стандарт инклюзивного образования. В нем указаны особые требования к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь дети-инвалиды могут учиться в обычной школе. Введение стандартов инклюзивного образования, конечно, не означает, что с 1 сентября все школы будут соответствовать требованиям для приема школьников с ограниченными возможностями здоровья. Но педагоги к обучению ребят с особенностями развития должны быть готовы. Инклюзивное образование, то есть совместное обучение всех детей и здоровых, и с особыми образовательными потребностями, выходит за рамки традиционной учительской деятельности. Сегодня сотрудники школ должны разбираться в социальной педагогике, а также знакомиться с реабилитационной, консультативно-диагностической и психотерапевтической деятельностью. Готовить такие компетентные кадры можно с помощью специальных курсов, отмечают специалисты. В 8-й гимназии семинар на тему включения детей с аутизмом. В образовательный процесс сегодня провела Екатерина Мень, президент Центра проблем аутизма. Сочинским педагогом, член общественного совета при Министерстве здравоохранения России, рассказала о 4-летнем опыте включения детей с аутизмом в московской школе. Школы от этого не рушатся, педагоги от этого не сходят с ума. Все страхи, которые испытывают администрации школьные перед включением этих детей, они в общем не оправданы. Надо просто это делать и понимать, как это делать. Если это делается правильно, последовательно, на основе методик, на основе квалифицированного педагогического подхода, то в результате школы очень от этого выигрывают. Мы цивилизованная страна, мы уже не можем больше держать детей каких-то в связи с какими-то их особенностями дома и не пускать их в школу. Это уже такой, в общем, на самом деле, такой пещерный взгляд на жизнь. Готовясь принять в ряды своих учеников детей-аутистов, в 8-й гимназии не только обучают учителей, но и меняют нормативно-правовую базу и материально-технические условия. Готовы здесь и к тому, что не все родители будут готовы понять новый образовательный стандарт. Я прекрасно понимаю, что многие родители, наверное, воспримут с насторожностью. Как с насторожностью воспринимают всегда любые инновации, любые нововведения, любые перемены, любой здоровый нормальный человек. Но это перемены, которые необходимы всем нам. И еще вопрос, кому необходимо больше? Этим детям или, скажем, той массе здоровых детей, обычных детей, которые мы привыкли обучать. Поэтому я думаю, что мы усядемся и найдем общий язык и будем работать. Сегодня в Сочи, по официальным данным, проживает более ста детей аутистовой. Сотня детей с другими трудностями в развитии. Многие ли из них будут отмечать День знаний, пока не ясно. Но то, что к первому сентября в крае будут работать 154 муниципальные школы в рамках новых стандартов, обучающие детей по программе инклюзивного образования, вопрос решенный. К другим новостям. Ferrari Racing Days в Сочи. В эти выходные на Сочи автодроме состоится один из самых популярных заездов в мире. Легендарная гонка автомобилей Ferrari впервые пройдет в нашей стране. На трассе, где весной ревели болиды Формулы-1, мощности своих машин снова испытают гонщики со всего мира. С пилотами пообщалась сегодня моя коллега Татьяна Говоркова. Гонки стартуют завтра, но уже сегодня атмосферу Сочи автодрома разрывают двигатели знаменитого итальянского бренда. За рулем разнокузовных Ferrari пилоты со всего мира – Италии, Швейцарии, Германии и, конечно, России. Команду S&P Racing представляет формулист из молодежной программы Владимир Адуев и известный гонщик Алексей Басов. Победитель прошлогоднего чемпионата мира Ferrari 458 GT2 и 24-часового марафона в Лимане уже опробовал сочинский трек и называет его специфическим. Здесь очень много бетона, не очень много зон вылетов, поэтому риск здесь присутствует – разбить автомобиль. Команда готовилась, представлены два автомобиля – 458 и Ferrari Challenge. Будем участвовать в двух соревнованиях в субботу и воскресенье. Завтра утром квалификация. Готовимся. Время, показанное на тестах, в принципе, нас устраивает. Мы можем еще улучшиться. Пока на круг у команды S&P Racing уходит 2 минуты 13 секунд. Максимальную скорость развить удалось до 257 км в час. К слову, это чуть выше, чем средние показатели болидов на Сочи автодроме. Кстати, пять знаменитых красных Ferrari сейчас стоят в боксе. Эти частные машины также готовятся к показательным заездам в предстоящий уикенд. Это специальное шоу. Автомобиль «Формула-1» проедет несколько демонстрационных кругов. И также непосредственно на стартовой прямой, перед главной трибуной, будет проведен, по сути, боевой пидстоп. Так, как это выглядит по-настоящему на гонке. А вот турнирные гонки пройдут в двух сериях – «Трофеи Перели» и «Шелл». В них примет участие международная команда гонщиков «Феррари» со всей Европы. Участие в этапе европейской кузовной моносерии «Феррари Челлендж», которая регулярно проводится в трёх региональных зонах – североамериканская, европейская и среднеазиатская – примет участие и пилоты из Гонконга. «Я впервые приехал в Россию, выступаю в серии «Феррари Челлендж». Сейчас я впервые опробую этот трек, но уже могу сказать, он замечательный». В этот уикенд зрители смогут также увидеть заезды автомобилей «Феррари» серии «ХХ» и даже прогуляться по Пит-лейну. В эту субботу в полдень у посетителей легендарного шоу «Феррари» будет предоставлена возможность не только увидеть мощности эксклюзивных автомобилей на трассе, но и заглянуть в гаражные боксы, пообщаться с пилотами, увидеть работу команд, подготавливающие автомобили гонкам. Ну и, конечно же, может быть, если получится, сесть сюда, в автомобиль. Для вип-клиентов запланированы специальные заезды на эксклюзивных экземплярах итальянского бренда. Мероприятия для фанатов пройдут и в воскресенье. Ну а мировой финал «Феррари Челлендж» в этом году пройдет в Америке. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». А через два месяца Сочи примет вторую международную гонку на спортивных колясках. Соревнования пройдут 28 сентября на Сочи-автодроме. В гонке помимо именитых спортсменов России и зарубежья примет участие молодежи из российских регионов Москвы, Удмуртии, Ставропольского края, Омской области. Прием заявок продлится до 23 августа. Как отмечают организаторы, идея проведения гонок на трассе «Формулы-1» появилась во время зимней паралимпиады в Сочи. Именно тогда была создана легкоатлетическая команда российских бегунов-колясочников. Протяженность трассы по сочинскому автодрому – 21 километр. Максимальная скорость движения спортивных колясок – около 40 километров в час. Первые такие соревнования прошли на курорте в 2015 году. В них приняли участие профессиональные спортсмены из России, Испании и Германии. Победителем тогда стал испанец Бателло Хименес Рафаэль в категории Т-53-54. Это спортсмены со спиной травмой и ампутанты. Он также планирует посостязаться в турнире и в этом году, сообщает пресс-служба Всероссийского общества инвалидов. И в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. О всем самого доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...